Итальянские профсоюзы объявили двухдневную забастовку. Десятки тысяч людей вышли на улицы Рима в знак протеста против жестких мер экономии, предложенных правительством. В столице не работает общественный транспорт. В римском аэропорту отменены сотни рейсов. Иностранным туристам советуют пока воздержаться от посещения Рима. Требования итальянских пролетариев изучил Дмитрий Хухлаев. На первый взгляд, сегодняшние протесты в Риме могли показаться парадом. В честь карнавала или, скажем, Хэллоуина так много было в толпе различных масок, карикатурно изображающих итальянских политиков. Между тем, нынешняя забастовка – дело более чем серьезное. Двугневная профсоюзная стачка станет проверкой на прочность для коалиционного правительства премьера Энрики Летте, которая всего несколько недель назад избежала в отума недоверия в парламенте. Мы говорим «нет» антикризисным мерам кабинета. Они ударят прежде всего по наименее защищенным слоям общества – низкооплачиваемым рабочим, пенсионерам и безработным. Они не коснутся банков и финансовых воротил, тех, кто спровоцировал нынешний кризис и неплохо на нем нажился. Наша экономика – это пояс, несущийся в пропасть. Государственный долг растет, за два года безработица поднялась на 12%, закрылась четверть всех малых бизнесов страны. Причиной взрыва народного гнева стал обнародованный в этот вторник бюджет правительства на 2014 год. В нем закреплено замораживание зарплат в публичном секторе, социальные траты на малоимущих и отменены предыдущие налоговые послабления для среднего класса. 1360 евро. На это живет моя семья из четырех человек. Погодите, 400 – это то, что сейчас доплачивает профсоюз. Без этого я бы приносил домой меньше тысячи. Скажите, на эти деньги можно жить? В демонстрациях принимают участие работники самых разных сфер – пожарные металлурги, госслужащие студенты, врачи и учителя. К стачке присоединились водители римских автобусов. На большинстве из них вместо номера маршрута сегодня светилась надпись «Депозито» – «Идет в парк». Заложниками забастовки стали тысячи жителей Рима, которые не смогли в пятницу вовремя попасть на работу. Это все так неудобно и очень раздражает. Я не смог сесть в три автобуса. Они были переполнены, люди висели на подножках. И что делать теперь – не знаю. Я понимаю профсоюзы, но поймите и меня. Я только неделю как нашел работу. Если я ее потеряю из-за забастовки, мне не на что будет купить хлеб. Главные воздушные ворота Рима, международный аэропорт имени Леонардо да Винчи оказался парализован после того, как присоединившись к протестам, не вышли на работу диспетчеры и сортировщики багажа. К середине дня пятницы там были отменены более 200 рейсов. Забастовка, среди прочего, должна послать недвусмысленный сигнал депутатам итальянского парламента, который на следующей неделе должен утверждать антикризисную программу правительства. Если она будет отвергнута, страна вновь может оказаться на грани политического кризиса всего через месяц после того, как сорвалась попытка Сильвио Берлускони торпедировать правящий кабинет. В любом случае, профсоюзная стачка продлится в Италии как минимум два дня. Мировые туроператоры советуют своим клиентам воздержаться от поездок туда в эти выходные.